Всем доброй ночи, дорогие мои. Ну вот еще один день прошел, уже 9 часов вечера. Вот хотя и праздники, но много магазинов, все такое работает. Вот, даже мастерские. Вот я отнес сейчас старый телефон, мне надо было, а то телефон что-то глючит, работает. Вот, я делами занимался. Ну, завтра вот праздник детей. Завтра праздник детей и 23 число. Ну, я думаю, что с пандельника уже рабочие дни, думаю, начнутся. Вот, ну, спасибо большое за комментарии, за мой утренний ролик. Есть и комментарии, которые, как бы скажем так, не особо меняют. Это, ну, я отвечу тоже на это, это комментарии Клавдии Николаевны. Это очень хорошо, что вы патриот своей страны. Вот. Каждый человек должен быть патриотом своей страны. Вот. И действительно переживать душой за свою страну. Это обязательно. Но, что касается, вот, написали, что других вот этих республиках, других этих обижают. Это самое, чуть ли не русофобия. Я вообще, слово русофобия, я услышал, честно, я вам скажу, вот здесь, от последней, вот это, потому что российский канал я включил, там вот это, депутаты, политика разного уровня. Я, вот, для меня это слово незнакомо. Почему? Потому что прожив здесь 9 лет, я не видел, чтобы кого-то здесь, в Турции, по национальным признакам обижали. Наоборот, недавно был даже ролик, кстати, русскоязычной группы в Фейсбуке, когда один из наших соотечественников прямо в большом маркете обзывает местных жителей, че, ну, знаете, да, я не буду говорить это, и русские женщины порядочно его, короче, на место ставят. Ты, че, говоришь, здесь такое говоришь? Вот. В наших средноазиатских республиках, Туркменистане, Узбекистане, я не могу сказать, вот, Таджикистан, потому что я там, это самое, я их не, вот, это не знаю, сколько там, но все равно там живут тоже, наверное, русские. Ну, вот, Узбекистан, Туркмения, Казахстане, да, русских очень много живут. Я же сказал же, в моем поселке процентов 20, наверное, русские, только поселка. А в городе, не побоюсь этого слова, из 250 тысяч населения, город тогда был, вот, до 2000-х годов, вот, там проживало где-то около 50 тысяч русских. А по всей Туркмении жили более полумиллиона. Ну, конечно, многие уехали в Россию, вот, но и многие остались где-то человек, ну, я думаю, что где-то 200-250 тысяч живут там. Да, и что я хочу сказать, никогда не было такого даже слова, чтобы кого-то по национальному, и сейчас так же. Вот. И вот это слово, вот эта русофобия, да, для меня вот это, у нас вот стало любимой такой это, когда... Даже какой-то это, скажешь, какой-то это самое, да, что-то, ты русофоб. Даже не затрагивай никого, какой-то, чиновников трогаешь, ты русофоб. Какой-то там где-то не так, ты русофоб. Любимое слово нашли. Любимое слово. Я вот это никак не мог бы, его не было, этого слова, никогда. Я не слышал такого. Вот, понимаете, даже вот когда в прошлом канале, я и то не говорил, русские, да, я сказал, русскоязычные. Вот. Хотя девочки все с России были. Вот. Вот так вот, с квартирой, вот так, со мной вот так обошлись. Меня чуть ли не обвинили русофобностью, понимаете. Это было нечто, я был в шоке. Вот я что хочу сказать. Вот. Вот. Например, меня где-то, например, я где-то, например, что-то, это самое, да, не так сделал, да. Вот. Ну, это я сделал. Нация моя ни при чем. И что я должен везде корчать? Туркменофобия? Или узбек где-то что-то сделал, да. Узбекофобия, любимое слово стало, понимаете, вот это. Вот я, честно, я вам скажу, да, политики, вот эти 30 лет, после распада СССР, многие делали себе карьеру именно вот на национальном этом. Именно вот на национальном, на подчеркивание национальном величии кого-то, это самое. Это был любимый козыр, любимый козыр большинства политиков. И большинство даже не скрывает об этом. Не скрывает, откровенно говорят. Вот. И с высоких трибун, и политических шоу по телевизору, когда смотришь, волосы дыбом стоят. Вывод про то, что просеяние межнациональное, это они сеют. Иногда такое сеют, что находящиеся, извините, в тех странах, про кого они говорят, русскоязычные люди, уже из-за них, им стыдно. Из-за того, что там они из государственных каналов вот такую ерунду болтают иногда, понимаете, несут настоящую чушь. Понимаете, настоящую чушь несут. Поэтому я хочу сказать, что я прожил такую жизнь, в которой никогда такого не было. Людей по национальным признакам, по каким-то этим нет, не было. По личностным осуждали. Вот. Человек сделал, преступность не имеет ни национальности, наглость, хамство, безобразие, всякое это, не имеет никакой национальности. Никакой религии они не имеют. Вот. Поэтому. А тут, понимаете, любимое слово. Чуть что, да вы что, вы русофоб. Подождите, а что, человеку нельзя даже замечание делать, если не так сделал что-то? Вот. И что самое удивительное, да. Еще хочу сказать, что вот блогеры, да, российские блогеры на ютубе, снимают грязные города, всякие там, мусоропроводы, там все-все, да. Вот. Всякие там разбитые бараки, там, короче, общественных туалетов нету. Ничего. Если бы это снял бы я, я бы был бы автоматически причислен, даже гражданин России, я бы автоматически был бы причислен к русофобию. Понимаете? Вот такой вот, такой идиотизм. Нельзя даже сейчас говорить ничего, нельзя. Нельзя. Вот иногда вот бывает так, что иногда большинство вот наших вот в фейсбуке, особенно наши девочки, которые живут здесь, бывает так, что осуждают какой-то обычай турецкий. Какие-то там это, что-то там случилось, где-то там что-то это самое. Ну, и что, турки должны кричать туркофобия, что ли? Ну, это же глупо просто, это глупо. И что, они даже не говорят, вы туркофобией занимаетесь? Давай на весь мир кричать туркофобой. Нет, ребята, надо уметь отделить правду от лжи. Вот сейчас времена такие настали, что вору даже нельзя говорить, что он вор. Даже если тебя обворовали, ты не должен сказать, что тебя обворовали. Ты должен тихо молчать. Вот в этом вся наша беда. Вот в этом вся наша беда, что мы не должны, мы не имеем права даже свое слово сказать где-то. Мы должны всегда хвалить, всегда говорить громкие слова. Всегда высоких этих такое. А правда-то остается правдой. Как бы мы старое здание не обволокли вот этими баннерами, как обычно у нас делают Потемкинские деревни перед приездом, она все равно, любой ветер его сорвет. Любой ветер его сорвет. Шустность-то откроется все равно. И это будет страшно. Поэтому говорят, в споре рождается истина. Если в какой-то стране нет дискуссии, здоровой дискуссии, здоровой. Даже раньше, даже в преступном мире было так. Языком хоть ты хоть это самое, рукам волю не давай. Спор рождается истина. Только в здоровом диалоге, здоровой дискуссии можно прийти к какому-то здоровому решению, который поможет людям. А когда тебе рот закрывают и власти, и сами же граждане рот закрывают, так и никакого там порядка не будет нигде. Во всех странах так будет. Если рот будет людям закрывать, ничего не будет. Если люди не смогут сказать белое белым, черное черным, это что за ерунда такая. Вот к этому приучили людей, понимаете. Я сегодня разговаривал по ватсапу с одним нашим соотечественником. И поволтали туда-сюда о том, о сём с Россией. И такой человек образованный, всё-всё. Понимаете, я сразу хочу сказать это самое, что действительно патриот. Как бы трудно ни было этому человеку, патриот своей страны. Про автомобильный завод «Москвич» поговорили. Говорит, да, за 2-3 недели восстановили завод, новую марку машины изобрели, говорит, «Москвич». И уже, говорит, пустили. Я говорю, да, да. Ну, а что скажешь? Ну, человек образованный. Он должен понять, что просто изобретать новую машину, новую марку, это надо год, два, три, ещё и пустить новый завод, который был закрыт. Ну, не будешь с человеком спорить. Я говорю, да, да. Это я говорю. Это не говори. Я говорю, точно. Изобрели, я говорю, конструкторы. Я говорю, новую машину «Москвич». Да, я говорю, новую машину «Москвич» сразу. Я говорю, да. Нельзя спорить. Нельзя спорить. Ну, человек верит. И человек должен верить в это. Зачем человеку... Поэтому же говорят, а как же тогда мечтать-то? Как без мечты-то жить? Вот человек патриот. Человек верит, что всё будет хорошо. Это уже хорошо. Ни пессимизм, ничего. Может, даже этот человек не дождётся тех дней, от которых он мечтает. Но мечта у него будет с ним. Вот. Поэтому я уважаю людей-патриотов. Вот. Я не уважаю патриотов, которые из себя строят патриотов, живя на Майами. Или где-нибудь там в Елисейских полях, лёжа попивая пивка, патриоты из себя строят. Или в Лондоне, живя из себя патриотов строят. Я уважаю тех патриотов, которые там же живут и верят в светлое будущее. Понимаете? И вот таких патриотов я считаю патриотами. А тех патриотов, которые, извините, в какой-нибудь вилле, живя в вилле, попивая виски, думают, я патриот, это неправда. Это обман. Это просто обман. Это лже-патриот. Понимаете? Поэтому я к таким людям отношусь очень даже хорошо. И никогда я им не навязываю своё это. Никогда. Я говорю, да, всё нормально будет. Человек должен верить в что-то хорошее. Ибо потому, что без надежды – это не жизнь. Даже если ты знаешь, что то, что человек мечтает, не будет никогда, не надо убивать мечту другого человека. У меня очень много соотечественников, которые живут, работают. Кто легально, кто нелегально в Стамбуле. Даже говорят, по последним данным, даже говорят около двух миллионов. Я не знаю, насколько это. Но я видел, что их огромное количество. Кстати, и туркмены там есть, которые с туркменским гражданством. И русские с туркменским гражданством. И нормально всё. Потому, что трудная жизнь национальность, религию не выбирает. Все в одном котле варимся. Понимаете? Все в одном котле варимся. И вот они тоже надеются, что когда-нибудь всё хорошо. Что всё нормально. А почему это всё? Человек верит. Человек верит, что всё будет нормально. Значит, этому человеку мечту не надо. Даже этот человек уже 10-15 лет дома не был. Дома не был. Долгие годы дома не был. Не видел даже ни своих детей, ни своей женой. Дети уже без него выросли. Он отправляет какими-то путями туда деньги. Но верит в светлое будущее. Тоже не надо говорить, что ты неправильно делаешь. Вот так вот. Так что... Каждому своё. Кто-то выбирает так уж. Вот я смотрю иногда ролик. Вот, отец и сын. Вот это, да. Вот. Они в Филиппинах. Вот. Живут. Вот. Я, кстати, рекомендую. Вот. Нормальный канал. Вот. Живут же как-то. Он сам свинарник строит, шалаш строит, что-то сеет. Как-то это. Живут же люди. У каждого своя жизнь. У каждого человека своя жизнь. Каждый выбирает своё это. Или другой канал. В Африке там живёт москвич-мужик там Саша. У каждого человека своя жизнь. Нельзя. Чтобы кого-то осуждать, любого человека, надо сначала его туфли одеть и пройтись его туфлями, но потом уже говорить. Понимаете? И не надо никогда говорить, ай, такого быть не может, такого быть не может. Это нельзя. Вот это слово у нас в последнее время стало бред, 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 бред. Это всё ерунда. Это нельзя говорить такое. И с тобой это такое же может случиться. И тебе так же могут сказать. Бред. Когда я до сих пор помню, впервые в 93-м году увидел НЛО надо мной летящий ночью. Огромные бандуры, цигару. С иллюминатором разными, красивыми огнями. Длиной, я думаю, вообще несколько километров, наверное. И тихо, бесшумно, среди ночи. Вот. Я когда пришёл, сказал, мне сказали, ты ещё чуть-чуть? И на следующий день в газетах вышла статья. Оказывается, в ту ночь во всём городе, в разных частях, только люди видели разное. Кто-то видел квадратно, кто-то видел кругло, кто-то видел это. Даже свидетельство детей баранов пастись за районом, за городом. Перед ними, говорят, приземлился вот такой. И скафандры, говорят, эти были блестящие. Маленькие какие-то существа. И огромное это было. Областной газете. Я говорю, ну и что? Вот посмотрите. Всё равно говорят, да это неправильно галлюцинация. Ну, это галлюцинация может быть у меня. А у этих людей тоже галлюцинация. Поэтому мы привыкли. Людям говорят, неправда, неправильно это. Потому что это самый лучший метод, чтобы показать, что ты умнее этого человека. Понимаете? Это глупо. Это просто глупо. Надо всегда говорить, всё может быть. Всё может быть. Я помню, вот, у меня мама, она умная женщина была. Всё-всё. Вот. И ей что-то это самое, она всегда говорит, всякое может быть. Возможно. Я один раз говорю, мам, зачем? Он же явно врёт. А зачем, говорит, человека обидеть? Пусть это врёт дальше. Ты сделай вид, что ты поверил. И всё. Не надо говорить неправда, туда-сюда. Вот. Поэтому жизнь, она сложная штука. когда мы что-то говорим, вот, там-то со мной такое случилось. Это может случиться любым из нас. Только через определенный промежуток времени. Дело время, во времени просто. Кто-то говорит, что я никуда, никогда не пойду. Именно этот человек и покинет родные края. Именно этот человек и покинет я в Стамбуле увидел, когда некоторых своих земляков, которые за пределы посёлка никуда не выезжали. Даже город 45 километров, а тут они в Стамбуле живут по 10 лет. Для которых было чуждо, как это, другие куда-то уезжают. Никогда не говори, никогда. Всё может случиться. Вот. Вот такие дела. Всем доброй ночи. Хорошего настроения. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok